Субтитры сделал DimaTorzok Если это будет сохраняться, это будет вообще фейл, короче Здесь Бьян с тремя танков, хотя не, еще Харстом не отбился пока Здесь три танка и Бьян сейчас в контур Харас пойдет опять Короче, провал какой-то Я надеюсь, Вод на самом деле не потерялся из-за этого всего дела Потому что он может быть сломан в итоге Так, здесь какая-то движуха на встречных курсах идет Харстом и Мортлами пытаются шатать Достаточно удачно это делает Бьяна много мариков скопилось, три танка Есть Либератора летает Либератора можно Призму пытаться поймать сейчас, мне кажется Призму что там на мейн будет летать Но можно Д-Поршечку сейчас забрать легко Что делает Харстом? Реактор, цель такая хорошая для Харстома Призму быстрее викинга летает Походу да Так, обновить если у кого-то там что-то не работает Все должно сейчас уже работать Потерял тут Харстом Пару одного сталкера Потерял, пошел на лом Центряс Оверча с Гвардианом просто вперед лезет всех Это конечно же фейл Танк и в Бьяну вел сейчас на ХГ здесь Марики правда так, погодите, нужно фокуснуть пилон с Оверчажем Пилон вроде как сфокусил Бьян с Оверчажем И все равно проблевает Харстома Несмотря на то, что вначале зафейлило ТГГ, ребятки Я извиняюсь, но блин Я не знаю, что сегодня происходит Сегодня уже падал стрим до этого разок На КСПОКАПе У меня было давно, как-то Ну, год может назад Такая хрень штука Разрывы происходили Продолжение следует... Палка Несмотря на то, что в последний раз Грая Давайте попробуем Продолжение следует... 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 не подумал о том что там так долго уже идет вот ну все в порядке вроде силы есть до конца до стрима с грела на сегодня будет все у вас я всех рад видеть и ребят помните поддерживать мой канал естественно включать отблоки подписано премиума через player донатить либо по реквизитам на прямую поддержку оказывается вот я на 3 . достраивается steam скоро будет готов уже мухарскому тоже экономика уже очень даже неплохая вам скажу адептам глефа делаются гейтов он где гейты это странное у него пилонов здесь нет в итоге просто место где заказать нет нормального количества так что бараком не понял кто его заказать должен барак хастом через шифт не надо много через шифт жать никогда ребят потому что он нажал таким образом что эти два заказал потом газ добыл и через шифт опять пошел заказывать все одно пробка делал как же медленно на сразу быстро это всюду заказывать естественно в итоге у бьяна очень хорошие лимиты успеют его щите гид и доделаться у фарстом если они не успеют и успеют он на варпать юнит у бьян придет и просто за наклики забреет к чертям отвечать почему как поме крутой его короновали старшие серьезный аргумент пилоны добавляются вар пошел гейты открылись у фарстом а нет не все открылись но готовы кроме одного сейчас и откроются бьян выдвигается в центр где щиты бьян щитов нету две лабы а щиты не заказаны даже ну что за косяки то такие глупые я не понимаю и как вот я смотрю до сих пор блин будет уже две тысячи шестидесятый год эти раны все не будут щитов не заказать да визуально видно что марики другие сверху писать что ли нужно самим нет щитов закажи братишка щиты нам а то мы какие-то дохленькие наркотики не поколоть нормально так мазерпорт зеленочку ставят бьян решил не заходить камни пробивает вот заметил щиты только орать тут начал что-то пригорать сразу щиты бьян заказал молодец 150 146 по лимиту надо отступить я думаю щиты уже подождать бьянчику потому что чё без щитов лезть вообще бьян кстати рабочих урожает строй 22 заказан у харстома тоже 2 фаржи начали работать но у бьяна грейды лучше 1 1 на на плюс 1 харстома только 4 через 30 секунд будут готовы импачь с абьян всеми юнитами что-то рискует он без щитов так наламывается камни решил все-таки пробить минки живы здорово 10 секунд до щитов 10 секунд можно подождать уже не нападая так заходят бьяна опять сюда все щиты прям замесе сейчас заделываются укуснул дестабилизатор а бьян тут одного харстому скоро здесь стоит можно на треть попытаться ворваться минка жахнула не слабо вот щиты доделались бьян не развалился но по лимиту кстати у харстому лучшая ситуация стала здесь под минку надо отступить сейчас бы жахнула бы она по адептам и можно было бы их добивать хорошо сразу этими юнитами здесь выдвигается значительный прирост у харстома там на ксилнаге вообще-то юниты стоят бьян передропываются вот сюда можно было дропаться он предпочитает на мейн полететь хотя не сюда вниз возбудился да здесь выход идет дальше сканер бьян видит где харстом здесь находится можно кстати вот смотрите на аминку попадает харстом блинка нет что ли есть блинк ну просто не среагировал поэтому не смог нормально отойти хорошо этот дестабилизатор жахнул там четыре мародера погибло но этого явно недостаточно харстом для того чтобы победить да даже для того чтобы отбиться ему по моему этого недостаточно и то чтобы победить прироста от бьяна подходит все новое новое можно поддалить немножечко чтобы поле боя получше видно было так здесь у нас на минке заходят адепты хорошо зал хороший минка выбивает там одного адепта остальным тп очень сильно снимает прирост подходит у бьяна часть юниты сзади держит непонятно почему минок уже реально много подкопилось 164-134 харстом блинкается агрессивно вперед адепты непонятно кто там заходит телепортируется в юнит у бьяна дестабилизаторы под минки под под био идут отдаются все вообще в хлам 144-106 полиамет у бьян просто на муве здесь даже не особо никого не фуксит хотя вот иммортал не мешало бы ему подкуп в итоге фуксит бьяна иммортал 144-99 ребят в общем очевидно что финал будет твт бьян против алайва сейчас очень скоро харстом напишет гг и мы будем смотреть финал приближаем назад момент разгрома юнитов процесса джи джи так-то 2060 мне еще только 7 и 4 будет еще можно быть на бодрячке вообще 7 и 4 главное ниже станет слишком адово ну что бьяна лайв все они здесь сидят и мы ждем финал а Так, аэр сервер. Все, на Корею идем. Корейцам, конечно же, удобнее на Азии играть. Называют русскорейским его. Я туда тоже захожу. Так, из Life NG выйдем, пока зайдем на SGL. Инвайтед варди. Ништяк будет. Все тут в группе. Вступаю. Короче, финал, ребят, даже переименую. По традиции перед финалами я обычно переименовываю стрим. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, ребят, финал у нас. Финал. Ждем начало. Помните, что сегодня последний день сентября. Завтра будем встречать октябрь. Помните, что завтра будет финал Starline Лиги. Полуфинал и матч за третий финал. Кас против Минато Блайстренч. Такой у нас распорядок. В 17-0 по московскому времени все начнется. Приходите, смотрите. Я не знаю, что будет ли до этого что-нибудь. Может, ФП чуть-чуть поиграю. Да, вроде там нет ничего перед началом Starline. Короче, будет интересно, ребят. И помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Сами знаете как. От блоки, премиумы, плеер, реквизиты, все дела. Прошел Invite, врываемся. Финал у нас. Элайф Бьян. Не знаю, как пуск победы на GSL. Бьян бывает косячный. Немножечко играет иногда. Но я думаю, что готов он 400 баксов забирать. Хотя Элайф тоже очень-очень хороший тиран. Немножечко играет для некоторых pewnей , Так, Ctrl-Shift-G, я вспомнил наконец-то, что можно ведь нажимать. Стрэнджер Псишторм взяли, без понятия взяли ли Стрэнджер Псишторм или нет, если честно. Так, Лайфгаз первый, получается, начинает у Бьяна Барак-Газ, у Бьяна больше на Рипера, похоже, стандартного ЦЦ-шка. Ну а здесь на раннюю Факту очень похоже, либо на Рипер и Факту, а здесь два Барака, Рипер и вообще от Бьяна. Риперы Фактаги, Леона Риперы, соответственно. Такие бетики-ставочки есть, помните. Никто еще пока не победил. Лайф, Небьян. Только первый матч, Бо-5, до трех побед, естественно, идет битва. Максимальное количество игр 5. Понадобятся ли они все или нет, мы сейчас и выясним. Как-то доделывается. Нет, это не Риперы, это вообще факта. Если Рипер полетел, Бьян вообще не угадывает с разведкой. Просто он сейчас полгода будет этим Рипером летать. И зато в это время два других построятся. Как-бы уже тремя можно будет полететь вперед. Залетает Бьян. Видит, что здесь Элайва нету. А разведка Элайв приходила? Вообще нет, он тоже никуда не ходил вообще. Слушай, если сейчас, например, Элайв улетит куда-то, в то время как Бьян Риперами ворвется, может быть катастрофа для него. Так, что это такое, Свет, ты мне скидыш? Кажется, что он гейминг. Да, смотрите-ка, Стрэнджа взяли. Хорошая команда вроде. Тру, правда, там только сипили-пили, тру. Ну что, можно нормально, нормально. Что, надо трениться, надо играть. В последнее время Стрэндж подсдал немножко по уровню игры, честно признаться. Так, Рипер запрыгивает, Рипер отдается. Я не знаю, что Бьян такое творит. Есть Гелик, уже еще плюс два Рипера строятся. Банша с Инвизом, здесь и Гелик. Сейчас Элайв полетит, Баншой с Инвизом, а чем Бьян будет ее встречать, это вообще нет. Так, Рипера-Гелик и Минка бабахчик делает сейчас. Риперами надо запрыгивать на рампу, морейки где-то сбоку там стоят. Приходит Бьян, Баян, Баян. Так, в это время прилетает Банша, Бьян ее встречает. Сможет ли он Риперами тут нормально что-то сделать, демешку-то нанести Лайву? Не, походу, ничего здесь Бьян не сможет сделать. Нормально он. Хорошо Мариков гранат мне подзрывало, правда. Они все в мясо демедженные сейчас. СССР строится. Здесь тоже СССР строится. Но скан только один был, поэтому не так просто поймать будет Баншу. Здесь циклончик готов. Один Рипер точно минус. Два других залетают на мейн. Гранаты по Марикам хорошо сейчас зашли. Несколько Мариков минус. Ну, КСМ-ку минус. Не, ну шансы у Бьяна есть, смотря на лимит, но на самом деле, говорит, не очень хорошая ситуация. Ну, честно скажу. Уже две Банши здесь напрягают. Уже две Банши здесь, Банш Убьян минусует Короче, 47-58 по лимиту Делается стим, а что лайв там вообще? У лайва стим еще не делается пока Но у него больше лимита Как бы его это лимит Но у Убьяна лучшая экономика То есть, в принципе, если Убьян сейчас ничего терять не будет У него вообще все нормально будет дальше Так, ну еще и Рэйвен у Убьяна есть То есть, он авто туретками может помочь Там проб-выходов каких-то еще чем-нибудь Неплохо А, здесь тоже Рэйвен есть Смотрите, тоже есть Циклон, что самое интересное Вот он Льот, который на Каспакапе в заставке лает Чинилай, а о оттима стоит Вылаяла плюс 4 в Убьяна 5 сейчас заработает 3 уже работать надо на моем Все, лимиты равные практически здесь Так, а что здесь было? что-то там дэмэш нанесла то ли минка то ли что вычинивается циклон сам по себе по моему гелика минусу здесь двойной дроп плюс банша плюс ревен со стороны элаева идет и здесь такая плотная застройка у Бьяна очень тяжело ему ворваться отбить спокойно так афутурели пошли Бьян даже не успевает выставить афутурели что что делает Бьян ну стим доделся Бьян на стиме заходит и начинает разваливать здесь правда банша элаев что-то переконтролил здесь все к чертям а как баншут убивать как вообще здесь отбиваться Бьяну маяки стимятся еще раз под пользу реактор падает или не падает загружается Бьян летит выбивать все это прямо здесь контроль великолепный конечно же реактор единственного еще не бы не мешал Бьяну ну вот как он дроп этот пропустил вообще жесть у Бьяна плюс один есть щиты армор заказан там только плюс один доделаются лава щиты только делаются сейчас бы с таймингу щитов реализовать Бьяну было неплохо но реализует ли он что-либо вообще здесь непонятно собирается отвлекающий маневр видимо на третью базу бить ударять сейчас Бьяну и я думал что дроп с намей но нет Бьян в 7 на третью сейчас идет ну как-то криво Бьян честно говоря сюда идет Мариков послевал ну танки хорошо разгрузила видит что щитов у лайва нет какой великолепный тайминг у Бьяна а просто царь вообще вот реально секунды до щитов оставались и Бьян заметим что нет щитов у оппонента он берет их просто реализовывается щитов и щитов и щитов и доделались такой я говорит бодренький сейчас спущусь тебя отгоню отсюда но нет Бьян контролит Бьян нормально все делает прирост весь сюда двигается Мариков нужно вылечить танка два полудохло здесь у Лаева на третьей базе попробуй их разбери может передрогнуться на мейн имело бы смысл вообще Бьяну тут Марики пытаются принять дропчик но Бьян пролетит мимо я уверен что Лайв не сможет нормально встретить его одновременно в районе третьей базы что-то там происходит здесь Марики залетают тем паче с Лайв и побежал назад такой блин черт побери ребята назад уступаем наркотики проколол побежал здесь дропуется Бьян заходит на третью базу и Лайв пытается танки убить танки кстати убивает Лайв Бьяна самое интересное спускается нормально в это время тут дроп какой-то а дроп танк убивает все в порядке здесь Бьян как-то законтролился по-моему с перебором так два Марика выбивают два Викинга сейчас пытаются выбить 1-1 Бьяна у Лайва только атаку он вообще завтыкал с армором это тоже момент важный потому что это можно реализовать бы пытаться сейчас ну лимиты равные в итоге у игроков так Бьян на танке пытается Мариками ломить только три штуки ё-моё у Лайва у Бьяна всего один здесь Викинг опять сагрил чуть не отдался 86 83 короче у Лайва 3 Сэшка нет есть а у Бьяна её нет вот он к мейна поэтому перелетает своей но в остальном у Бьяна всё нормально пока что полетел двойной дроп на мейн я так понимаю Викингам и Лайв законтролил понимает ли он что Бьян на мейн летит думаю что да поэтому он мобильно сейчас действует танки в медиваках висят и моментально они пойдут в общем-то на мейн если это понадобится а это понадобится вот дропчик от Бьяна проходит сейчас можно инженерку выбить попытаться было бы можно выбить барак что Бьяна делает сейчас на стимпаке тут разваливает ксм не слабых всё щиты разваливает так кто там что то там звонит погодите секундочку ребят и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я прошу прощения, мне кореш позвонил, надо было ответить сейчас резко. Пришел тут Чалик, смотрю, с хайграунда слез. 1-0 Бьян, просто на удивление, как-то он жестко все здесь расшатал. Все, захожу в игру, сейчас я перезвоню быстренько. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, у нас движуха тут идет очень жесткая. Бьян бьется с элайвом. Бьян уже ведет 1-0, хотя он просто там из такой вытащил ситуации... Жесткой... Эту игру... Все, он отставал в предыдущей игре первой. В этой же игре через рипера геликов он начинает, собственно говоря, похоже на предыдущую. Здесь один все рипер есть. Получится его сейчас на муве сбрить сразу, то... Так, нет, не получится его сбрить. Лайв хорошо реагирует здесь. Так, два гели... Так, два рипера геликов на мейн уходит. Гранатки неплохо решаетесь. Мариков подрезает, пытается уйти. Бьян просто все отдал, короче, в мясо. Опять, в общем-то, та история как в предыдущей игре практически у Бьяна получается. Либератор здесь, гелики, еще риперы. Но вот после такого фейла вначале будет тяжело, конечно, что-то сделать. Два гелика, рипер дома, СССР. Видите, здесь только заказана СССР, а здесь уже орбиталка доделалась. Это печаль в плане экономики абсолютная для Бьяна. Ему нужно что-то будет сделать, то есть хотя бы Либератором что-то сделать. Ну, здесь уже есть викинг, здесь уже циклон заказан. Но это совсем провальное начало, конечно. И банша с инвизом прошла после. Ну, кстати, после Либератора банша с инвизом, может быть, что-то там сможет сделать без нами. Так, заходят риперы. Здесь вообще просто дичу и лайва Бьяна это наблюдает. Я думаю, залетает прямо на мейн. Раскладываться будет Бьян? Конечно, он будет раскладываться. А что ему еще делать Либератором, кроме как раскладываться? Здесь два КСМчика выбил, но не более того. Либератор улетает, Викинга нужно контролить Викинг. Ну, кстати, Либератор улетел, все в порядке. У него скорость большая очень. Так, Восьмик не может стрим на ГГ найти. Как не может найти стрим на ГГ? Он второй сверху, рядом с Майкером. Так что будь внимателен просто. Банша прилетает, через 9 секунд будет инвиз уже готов. Залетает Бьян. Удивляет Элаева Баншой, потому что туреток нету здесь ни одной. Вот и преимущество, которое Бьян отдал до этого в качестве юнитов своих. Он восстанавливает по чуть-чуть. Настрелял Баншой, будь здоров. Пытается сместиться на Мэйн и залетает на Мэйн, кстати говоря, сейчас. Ну, Элаева-то тоже Банша, кстати говоря, будет сейчас в контур. А так, что Бьян встал-то, ё-моё, на Мэйн лети. А, он на второй решил полететь. Это ошибка здесь, Элаев тупит, что-то стоит теми на второй. Залетел, убился об туретку, убился об... А, он контролил, Бьян сам контролил. Но он, кстати, сбил Баншу оппоненту просто на халяву. Она даже пострелять там не успела нормально. Ещё одна Банша залетает. У Бьяна туреточка на второй. Надо циклончик выводить сейчас. Ну, захват сбился сейчас. Ну, сейчас захват откатится очень быстро. Он очень быстро откатывается у циклона. Скан есть, пошёл скан. Минус Банша, ребят, просто в лёгкую. Вторая... То есть Элаев вообще не достиг результата этой Баншой. Нифига. Так, здесь заходит циклон. Танк отгоняется. У Мариков минус Нубьян. Короче, уже преимущество у Бьяна опять же появляется. Пропустил момент я, где и Банша Бьяна была. Отдал он вторую Баншу тоже. Но в итоге-то экономика лучшая. Боевого больше всего больше. Стимпак заказан. Здесь ещё пока... А, нет, здесь тоже стимпак заказан. Плюс бараки пошли. Плюс инженерка вторая пошла. Правда, и в первой играет самое интересное, что не заказано. Но Бьяна, кстати, тоже не заказано. Здесь Марик в районе 3. Сэшки сходят. Третью строит Бьян. А Лайф, правда, пораньше немножечко. Мотор 3.8. Хэппи отошёл от дела. Здесь и Лайф скилл наги видит, как Бьян двигается к ему в район мэна. Здесь Либератор Мариков просто разбирает трёх штук на халяву. 8.66 по лимиту. Готов ли Лайф здесь Бьяна встретить? Я вот что-то не уверен нифига. Танки раскладываются. Залпы сейчас пойдут. Хорошо. ССМ-ка минус. Газ будет уничтожен, естественно. Для минеральной линии танки достают спокойно абсолютно. 8 КСМ-ок уже уничтожены. Здесь Бьян отогнал Марика. Вроде как дал себе треть заказа. Зачем-то Депоку свою атакуют. Заметил, сконтролил, отвёл. Ну хорошо, Бьян тут напрягает. Что тут говорить? Депошечки сейчас ещё погибнут. Просканил Бьяну, увидел, что происходит. Ушёл Викингами подальше. Викинга одного отдал. Тут ничего не поделаешь. Слишком далёк захват у Циклона. Ну и плюс танки. Там по Депошке один стрял. Только один у Циклона в ответочку стрелил. У есть плюсов у Лайва. Раньше Грейды один-один намного чем у Бьяна будут. Сейчас готовы. Два танка и Лайв Сиджет сейчас. Ну а что он тут? Полбазы всё равно не добывает. Как бы 46-59 парабам. Парабам вообще. Печаль какая-то. Ну сейчас вот Робов, кстати, может и Лайв уменьшить. Бьяну и только-только новейшие мулы выкинуты были. Но Стима пока нет. Без Стима как-то не хочет Бьян, судя по всему, заходить. Бьян достаточно быстро среагировал. Приходят сюда и мулы выжили, что самое главное. Здесь два Викинга плюс Марик. Один-единский со Стимпаком. Пришёл боец. Вот. Танчик здесь Мариков отгоняет. Бьян пытается сси. Между прочим, у Бьяна Делюксова Марикин. В отличие от Илайва. Точнее у Илайва Делюксова, в отличие от Бьяна. Но Делюкс вот с этим скином по компании это наёмные Марикин. Они сильнее обычных. Но не в реальной игре, естественно. Армори там и там пошло. Но у Илайва вообще адски с Армори застыкал. В итоге, смотрите. У Бьяна Армори раньше. 1-1 у Лайва намного раньше. А 2-2 Бьян сможет раньше Лайва заказать. Это факт. Потому что Армори будет раньше. Физически он сможет это сделать раньше. Здесь Рипер. Откуда он живой до сих пор? Ё-моё. Вот эти он КСМ-ку халявную сразу срезал. Мариков раскидал. Всю панику навёл. Кипиш навёл. Марики от злости стимпачится. Пытается поймать. Но Рипер ещё гранату кидает. Ещё и Марика одного подрезать умудрился. Но в это время на центре, блин, контроль пошёл. У Бьяна ламывается на Лайва. Танки без Сиджа просто на муви идут. И всё сбривают. 6 танков, между прочим. У Бьяна есть. Лайв пытается похарасить с медиваками танки. Тут забрать оппоненту. Ну так. Один залп сделал. Остальные ушли вроде как. Надо Мариков выводить. Сейчас щиты уже будут готовы. Вторую атаку заказывает Бьян одновременно с Лайвом практически. Ну и Викингам отгонит. 133 на 99. Похоже, что Бьян тут уже колоссальное преимущество заполучил в этой игре. И нужно её просто реализовывать. Хотя вот тут большой прирост дома стоит. Но он сейчас придёт тоже вперёд. И куда Бьян будет атаковать вообще пока непонятно. Единственное. Наверное, через камни хочет он проатаковать. Но нужно ли ему через камни было атаковать? Потому что у него такое преимущество, можно и в лоб уже убить. Хотя он делит на две группы юнитов своих. То есть он будет и через камни напрягать, и с другого направления тоже будет напрягать. Два Викинга и Лайва тут прилетают. Здесь КСМ пришла пилить в общем-то Марика. Бьян заходит просто здесь с хайграунда. Танком и несколькими Мариками. Группой такой неслабой. Движется к второй базе. Стимпатч смещается вниз. Ну и Лайва тут много, кстати. Гребьян тут как-то отдался нелепо. Если честно, что это был заврыв такой странный. Вот если бы он обошёл вот так вот сюда, вот к третьей. Здесь танк рассижил, Мариками встал. Это гораздо эффективнее было. Вот сейчас берёт группу, заходит через центр. Или ещё пока не заходит. Нет, пока ещё никуда Бьян не заходит. Здесь Медивак нужно поймать ему было бы. Бьян попытался, но не поймал нифига. Тойча Лайв сам в центр пошёл уже с Викингами. Воздух будет контролить. Всё в порядке здесь в плане контроля воздуха у Лайва. У Бьяна Викинги вообще отсутствуют. Бьяну придётся сканы тратить, чтобы вижен иметь на танке вражеские. Всё, и Лайв уже, смотрите-ка, сравнялся в боевом лимите. По всем параметрам сравнялся вообще Лайв сейчас. Чё-то у Бьяна постоянно медиваков не хватает, чтобы все танки забрать. Элаев сам полетел ко второй базе Бьяна. Бьян вообще вразмен пошёл сейчас, что самое интересное. У Элаева хорошо, тут танки расставлены, я смотрю. То есть он может Бьяна принять просто сейчас. Зато Бьян на халяву трёх Викингов забирает в данный момент. Так, мать, танки делают залпы, заходит Бьян. Смещается под третью сечку здесь на второй базе. Отвёлся второй в центр, всё, здесь планетарка, между прочим. Ну и Бьян зайдёт. Третья Элаеву критична будет база, в отличие от Бьяна, которая вторая ему, потому что добычи не было не критично вообще вот это всё дело. Ну вот армор второй терять критично, не надо второй армор у Бьяну терять. Зато у Бьяна есть атака на технику, в отличие от Элаева у него нет. Но и Лайва добычи в итоге нет, а у Бьяна в центре добывается. Короче, Бьян в небольшом, но плюсе остаётся на самом деле в данной ситуации. С третьей ССФ его летает, смотрите, в центр Элайв. Танки под Бьяна дропнул. Короче, Бьян справился с задачей контроля, эту группу не отдал. Ну всё тут правда дэмэджено и у медиваков энергии вообще нет практически так. Сейчас открою дверь, мама там пришла. Я сейчас не спинка, как перейти обратно. Так, 167, 140, ребят. Выходит Элайв в центр. Бьян здесь симпатчится, заходит на ХГ. Куда Т-Лайв поломился? На танке. Зачем ты поломился Т-Лайв? Мариков меньше, все меньше взял, что-то поломился, наотдавался. Ну, хотя как? Более-менее вровень подрались. И у Лайва, кстати, очень много танков здесь. За счет них-то он может тащить. Бьян не может скопить медиваков в стэк. Все никак, я смотрю. Ну, это фейл. Сейчас еще плюс-два медивак прилетели от Бьяна. Пакуются, марики. Новые-новые. Разгружается Бьян. Не дает нормально добывать. С мейна цсэшки перелетел его на третью базу. Бьян везде уже добычу сны. 162-117 по лимиту. Здесь забегание на третью будет. Здесь танчик один есть. Правда, эти марики быстро танк на таких грейдах вырубят, скорее всего. Но если только и Лайв будет фокусить его, а если он будет там рядом бегать, то могут и ничего и не вырубить они. Так, здесь дробчик хороший такой от Бьяна. ТСМ-ки сливаются. 20 уже минус. Какая-то дичь просто. Правда, и Лайв все сбивает. Убивает. В то время как Бьян пытается третью свою отбить. Тоже сливают немало рабочих. Два-як загружается. На мейн полетел. Да, полетел на мейн. Здесь есть что повыбивать. Дохлая депошечка. Депошечка на 16 лимита. Здесь на медивак сбить, что Бьяна и делает. Моментально. Дроб вот этот фокусил. В итоге, кстати, у Бьяна 3-1 грейды, 3 атаки, 1 армор. Но для мариков атака армору равносильно, потому что 1 демок создается. И не дает Бьян добывать. Вот в чем фейл заключается. Загружается, улетает. Танки водят в другое направление. Сейчас разгружается просто. Двумя плюс еще. Если Лайв сиджится, криво вообще сиджится. Сразу танки Бьяна отфокусил все. Лайв вперед дропается. Бьян пофокусил танки ему. Лайв пускается мариками на лоу-граунд. Но наверх Бьяну точно нельзя заходить. Потому что в этот узкий проход, если пойдешь мариками такими еще демедженными, то вот эти танки их просто разорвут в хлам. 144-81. Но Бьян дропами расшатал, во-первых. Во-вторых, он экономику Лайву подорвал. Лайв нормально не добывал все это время. Ну, как я сказал, армор равносилен у марики атакам. Ну, например, когда ты дропаешь и здание бьешь, конечно же выгоднее 3-1 иметь грейды, чем 2-2. Потому что армором здание не убьешь. А атака третья подрешает в плане демеджа, естественно. По центру-то гуляет Бьян. Кстати, у меня что-то с медиваками случилось. Два медивака, все, да, там. Так, ну что, тут дроп от Илайва жесткий на мейне. Но Бьян в это время ему вообще цесельщику сбривает. Идет отбиваться, отобьется на мейне, я думаю, очень быстро. Бегай, почти лайв. 2-0 Бьян, ждем третью игру. Напряжно, но победа. Сейчас мне надо позвонить, быстренько будет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что, ребят, третья игра. Илайв против Бьяна. Пока что Илайв сливается. 0-2. Вот, ну, может еще все перевернуться. Бьян, естественно, может слить, и Илайв может закомбетчить. Ну, пока что, пока что, игры вроде как бы идут на рану в какой-то, до какой-то момента, но потом все-таки переконтроливает Бьяна Лайву. Мультитаск как-то получше, что ли. Все везде получше. Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз что? В этот раз что? В этот раз у Бьяна 2 сверхранья газа. Какая-то общая... А, ну это мы гелики и риперы, скорее всего, опять же, с его стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Так, реактор пошел. А, нет, это один рипер. Это Илайв один рипер реактор. У Бьяна что? У Бьяна рипер тоже стоит. Второй строится. Факта рипер и гелики. Да, то есть абсолютно точно повторение. Опа, Proxy Starport будет Либератор сюда залетать. Возможно, потом и лаба будет заказана, естественно. Ну, посмотрим, поймает ли Бьян тайминг такой, что сможет ворваться там риперами, например, с геликом туда, чтобы... В предыдущих всех играх Бьян вот реально опенинг сливал вообще в мясо. То есть он врывался этими риперами с геликами, отдавался к чертям. И потом уже тащил в оставшейся игре, как бы, камбэчил, да, там, какими-то действиями своими. Так, куда рипер делся? Рипер по мейну там где-то летает. Два гелик и марик заказан сейчас у Илайва. Бьян заходит на рамку, Илайв спалил эту движуху. Нужно подняться наверх, скорее всего, сейчас. Так, хорошо гелионов сейчас поднял там Бьян. Но в итоге все-таки отобьется. Илайв, естественно, геликов вычинит. Еще два строятся. Здесь либератор. Будет ли лаба заказана для инвиза потом, я не знаю. Или, может, второго либератора там построят Бьян. Здесь чуть-чуть зацит цешки Бьяна. Так, вот, не около рампы. Если Лайв будет спускаться, он не успеет Бьян гранату сюда кинуть. Косяк, мне кажется, серьезный. Так, подрался Бьян. Тут гелика одного минуснул. Остальные все живы-здоровы. Короче, опять одна отдавался. Просто нелепо как-то. Залетает на мынь. Сейчас Викинг выйдет. Минуснет либератора, естественно. 4 КСМ и либератор минуснул. Плюс заставил все кататься жестко. Ну и Лайва больше. 40 на 32 по лимиту. Бьян Сеху только-только заказывает. Позднюю очень. Да, и здесь Викинг, смотрите, строится. И Лайв полетел проверять. Да, и Лайв полетел проверять. И сейчас вот если он встанет над этим Старпортом, он Викинга может минуснуть. Викинга может Баншу просто минуснуть. Видит Старпорт прекрасно. Сейчас сядет, Лабу отменит просто и все. Бьяну надо прикрыть бы чем-нибудь, поехать туда. Да, короче, печаль какая-то для Бьяна в этой игре. Хотя в предыдущих тоже была печаль. Но Бьян из этих ситуаций выходил победителем все-таки всех. Отменил Баншу, заново заказал. Смотрите, под тайминг инвиза. Молодец, Бьян, хитрес. А там уже Рэйвен сейчас будет готов. Ну, у Бьяна рабочих больше, чем у Лайв. Уже самое поразительное. Он выдвигается геликами, риперами вперед, плюс циклоном. Так, ну риперами надо подсветить, а циклоном заехать минуснуть просто надо будет этого Викинга. Лайв, наверное, не вкуривает. Что происходит-то вообще, подумал Лайв. Блин, сейчас вот криво Бьян сделал. Рипером спрыгнул в самый ненужный момент, когда как раз-таки надо было врываться, залетать, убивать. Здесь гелики Лайва поехали к Бьяну в контратаку, смотрю. Циклоны спускаются с рампы, нужно встретиться на центре тут. Бьяна дает геликов, вот это все нафиг, к чертям вообще. Так, Банша пришла с циклонами вместе гелионов принимать. Элайвовский. Бьян тут контролит циклончиков понемножку. Короче, развел на геликов Элайва, и в итоге все равно в плюсе Бьян чертяга оказывается. Играет музыка. Играет музыка. Трессует Биана Лайва Автотурелька пошла здесь Циклоном разводят замечательно На автотурельку не агрись Вась, куда ты пошел? Отдается Отдается здесь Биан Банша продолжает убивать Пришло два марика Банша по гелионам стебает сейчас неслабо Викинг минусует Наконец-таки Баншу у Лайва своя Банша есть Здесь движутся в этой Если бы этот Рэйвен погиб чуть раньше Можно было бы сейчас вообще Разбирать в мясо все Но Биан прилетает и все равно Лайва Находит слабое место, посмотрите Лайв улетел Рэйвеном, Биан на халяву Просто разваливает рабов миллиард Приходит откуда-то там этот Циклон, вот он приходит, Циклон Биан сканит, или кто сканит, не понял Я кто куда сканит, Биан попытался убить Рэйвена не получилось Но все равно по лимиту плюсе и Банша продолжит Разваливать рабов, 37 Рабочих на 35 Уже на 45 рабочих разница И еще рабов наубивал 4 штуки 9 в итоге минус, Мула забрать не получилось 3 надо выстрела на Мула Не 2 Ну стимпак у Лайва У Биана Стима пока нету Но Убьян тут заказывает много всего Треть ССХ у него готова Короче все хорошо, Убьяна абсолютно здесь Лайва 1-1 Разве что Убьяна одна инженерка Вторую надо бы добавить сейчас Так, стим-щиты будут заказаны у Яна Пока не наблюдаю ни стима, ни щитов Не хватает ресурсов Pepsi.rus поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей Давно не донатил Сереге Нужно исправляться Спасибо тебе Pepsi.rus Большое Спасибо всем ребят за поддержку Так, сатенщиков ты выйдешь А нет, сатенщиков уже не было Константина СПБ Все, людей много Спасибо всем за поддержку, братва Так, здесь циклоны кого-то минус нули в районе Ксилнаги Я смотрю Бьяновские 85-76 по лимиту Стим отстает Вторую инженерку Бьян добавил Бараков больше заказывает Вот две лабы Закажи ты щиты Ну что за тупости постоянно Почему щиты, блин, втыки такие У Бьяна постоянно они происходят Странные какие-то завтыки Залетает Викинг Все, щиты пошли Покритиковал Бьян сразу заказал Викинг не летит Где Викинг-то, я чуть не понял Почему Либератора никто не летит Сбивать, блин Бьян, что творишь? Раскладывается Либератор Сейчас просто рабов наразваливает На халяву Бьян завтыкал Еще и депошки не подстроили здесь Что самое интересное Викинг заметил, что Викинг где-то вдалеке там Вкосячил сейчас Опять вот этот Ревен Какой-то сверхживучий в этой игре В какой раз Уже он на халяву просто выживает Здесь Мариги приходит на второй Убивает, в общем-то, Бьян Ревена Простите, Ревена Либератора На второй на мейне тоже убивает Ну по лимиту все в плюсе По рабам в плюсе По всему в плюсе, Бьян Стимпак доделся 1-1 в 1-1 Сейчас гриды будут Щиты доделываются практически одновременно Там и там Сиджится Бьяну На танке оппонента лезть не надо Нужно аккуратнее быть сейчас Намного аккуратнее Бьяну Так Умудрился Умудрился сбить Бьяну Викинга и лайф Бьян Готов к всему Камни пробивает Сейчас Мариками, Циклоном Блин, ну вот Все было бы хорошо Если Бьян так с армори не зафтекал В итоге Бьян зафтекал Адский с армори У него 2-2 не делается Тут уже на технику Атака на все, блин У Бьяна есть преимущество Определенное по лимиту Правда 10 из них рабочие Как бы, то есть по боевому У Лайва с Бьяном одинаково И Сможет ли Бьян здесь Как-то победить в бою Я не знаю, если честно Пока нифига не понятно Кстати, у Бьяна 2 Старпорта есть Между прочим Он под Так, 2 Либератора Строит Зачем Бьяну Либератора Я чуть не понимаю Спасибо, короче, всем ребятам Эпсеру спасибо Поддерживает меня мой канал Естественно, за это Всем громадный респект За поддержку Так, все лагу Законтролил Бьяна Отогнал Лайва отсюда 2-2 заказал Но у Лайва 2-2 Вот-вот Уже доделываются И плюс 1 на танке Это печаль, конечно Для Бьяна Но В остальном У Бьяна Все нормально Так, все 2-2 у Лайва готова Атака на технику готова 3-3 пока не заказывает Почему-то Лайв Ну почему Ресурсов у него Нету на 3-3 Плюс тут выход от Бьяна Идет опасный Лайв это видит Так, здесь Чуть-то дроп Кто-то залетал Походу С двух сторон Бьян врывался Сейчас только что Я не понял Чем он врывался Дропами там Или чем И потерял С двух сторон Эти дропы Сканит Бьян Видит Где Лайв находится Марики на стиме Заходят на хг Просто Лайв собирается Дропнуться Танки дропают Нужно улетать Диану 2 танка Почему-то здесь Оставил Он случайно Но викингов Лайв просто Отдавал Сейчас Фламинку Забирать Танки Забирает Бьян Отлетает В это время Дроп Это Лайва Который Бьян Встречает Нормально И один Видивак Повезло Так как Улетел Сюда В Нивижен Оказался В итоге Спасся Тем самым И Лайв 3-3 Заказывать Но Бьяна 2-2 2-1 Плюс 1 Сейчас Будет готово То есть В принципе Биться Он будет При равных Грейдах В ближайшее Время Но потом Нужно Тоже 3-3 Бьяна Не втыкать 3-3 Грейдами Конечно Так 108 10 179 Лимита На десятку У Мьяна Только Больше 2-2 10 секунд Примерно До 2-2 Грейдок Остается Элаев Летит Тут танками Разгружается Надо Супить Куда Элаев Пошел Смотрите Какие ошибки Элаеву Вообще Ёмаё Что за А Он Дроп Законтролил Свой Просто На ровном Месте Минус 30 Лимита Сразу Слив Какая Жесть Вообще И 2-2 Как раз У Бьяна Подъехала Ну ё-моё В такой Ненужный Момент Сейчас Элаев Насливался Бьян Заходит Танки Разгружает Мариками Забегает На хг Просто Сминает И всё Марики Танки Падают И Лайв Танками Прилетает Куда Он на хайграунд Прилетает А что хайграунд Бьян ЗЦ Сейчас унизит Просто Да Бьян Это именно Сейчас и делает Здесь танки Всё заблочили В итоге Барак падает ЗЦ Пока не падает Бьян Пытается Прямо На танке Сейчас Разгружаться Не получают Прямо Именно На танке Разгружаться Элаев Пошёл Мариками Пытался Бьяна Забрать Сбривает Один Медивак Второй Пытается Сбрить Сбрив И второй Кстати говоря Что самое Интересное 3-3 Бьян Заказал Сидит Здесь Снизу Очень жёстко Куда Лаева Базой Элаев Что-то Ян контролит Танки Просто великолепно Био Практически Не остаётся И посмотрите Что сюда Двигается Это Катастрофа Элайф Пищет ГГ Понимая Что сделал Полную Хрень Вообще Ребят Ну что же Сейчас я Делаю Стоп Старт И вернусь Куэн Ну что ты Братан Сейчас Мама С тобой Сходит Подожди Ребят Делаю Стоп Старт Сейчас К вам Вернусь